Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Михаил Ильич, скажите, пожалуйста, а Украину потеряли в качестве членов таможенного союза или еще нет? Нет, я думаю, что нет, но по поводу Украины дело сложное. Значит, нужно понимать, что на Украине имеется элита, которая ничуть не менее, даже еще более компрадорская, чем у нас, потому что у нас все-таки есть бизнес в политической части, который вышел на политический уровень, который пытается помешать влиянию Запада у нас разрушительному, а на Украине в политической части таких практически нет. Они все ориентированы на Запад. И в этом смысле, я уже говорил много раз, что для Украины экономическая ситуация такая, как только они вступают в таможенный союз, экономический спад заканчивается. Если этого не происходит, то экономический спад усиливается. Я рекомендую посмотреть интервью Глазьеву, которое он давал на «Эхо Москвы». Он очень там хорошо описывает экономические причины этого спада и этого ухудшения. Но если мы посмотрим на ситуацию глобально, вот с учетом Сирии, с учетом Китая, с учетом тех проблем, которые в Евросоюзе, а я считаю, что, ну, может быть, не следом за Сирией, но через одну-две страны гражданскую войну устроят в Евросоюзе, потому что там тоже нужно списать падение жизненного уровня населения на что-то. И кого там будут резать, это вопрос отдельный, но кого-то будут, причем в большинстве стран. Я даже не исключаю, что там кое-где начнутся войны, например, на Балканах, потому что после ухода США весь тот искусственный мир, который там устроили, он будет разодран железной рукой. Так вот, вот в этой ситуации у Украины на самом деле вопрос стоит о сохранении сегодня политической субъектности. Если Украина сегодня пойдет в умирающий Евросоюз, еще раз повторю, не Европа западная умрет, а Евросоюз нынешний, то в этом случае она, скорее всего, через 5-8 лет потеряет свою политическую субъектность. С точки зрения интересов России, может быть, приятнее взять часть Украины в виде превращения России несколькими областями. Еще раз повторяю, Россия в этом направлении вообще ничего не будет делать. И это никак не связано с внутренними проблемами Украины. Вот тут говорилось Восток, много говорилось Восток, Запад, еще чего-то нет. Вот это проблемы сегодня разорвать Украину не может. Украину разорвут экономические проблемы и внешние факторы. Вот мне кажется, это мое личное мнение, что сегодня для Украины сохранение политической субъектности возможно только в том случае, если она вступает вот этим самым политическим субъектом с правом голоса в Российскую Федерацию, в таможенный союз, как самостоятельный игрок и по сравнению с Белоруссией, и по сравнению с Казахстаном, и по сравнению с Арменией, и по сравнению с Российской Федерацией. Вот это принципиальная вещь. Если же она этого не делает и подписывает кабальный договор с Евросоюзом, ведь фактически что в этом договоре? Украина фактически делегирует Брюсселю некоторые свои политические функции, вопреки Конституции, кстати, не получая взамен вообще ничего. Вообще ничего. На уровне таможенного союза такое в принципе невозможно. Это просто исключено. Вот. Это моя, ну если угодно, гипотеза. Я не являюсь специалистом по политическим проблемам Украины. Я не очень разбираюсь, какие там внутренние политические раскладки. Но у меня вот есть, как у человека, который занимается стратегическим прогнозированием, который, в общем, за последние 15 лет у меня появилась некоторая уверенность в том, что некоторые процессы, я понимаю, как они происходят в мире. Так вот, у меня ощущение такое, что если Украина сейчас подпишет в ноябре соответствующие документы, пойдет в направление Евросоюза, то на протяжении 5-8 лет она потеряет свою политическую субъектность. Вот. Это единственное, что я могу сказать сегодня. Продолжение следует...